Что для тебя самое сложное в альпинизме? В альпинизме самое сложное? Ты знаешь, наверное... Наверное, самодисциплина, особенно когда уже над тобой нет инструкторов, руководителей восхождения, которые пнут и говорят, что вставай, а вот самого себя заставить встать вовремя, шевелиться. Хотя это, в принципе, такая бытовуха, на самом деле. Наверное, самое тяжелое отсутствие любимой женщины по дому. Вот. Наверное, так. Потому что, блин, девок-то в альпинизме есть, и они же, зараза, отвлекают. Ну, в смысле того, что организм срабатывает. Пока, слава богу. А нельзя, нужно держаться, это сложно. А почему сейчас решил завязать с большими горами? С большими горами? Не то, чтобы с большими горами. С альпинизмом, как со спортом, решил завязать. И то не до конца. По одной простой причине. Я сейчас увожу альпинизм в разряд профессиональной деятельности. То есть, рассматриваю именно с точки зрения зарабатывания денег. Потому что свои спортивные амбиции, ну, наверное, просто я их уже удовлетворил. Вот и все. У меня есть еще своя гора мечта, которая, в общем-то, если будет возможность, то я все сделаю, чтобы туда попасть. Нет, высота меня не привлекает. Это техника, это большие стены, это вот то, что у тебя там в кабинете висит. Это ПИК-4810, западная стена, любую из шестерок Б, стеновую. И, в принципе, ну, вот я ее, как в 2006 году, эту гору увидел, вот с тех пор, извиняюсь, В принципе, я говорю, почему вот решил еще тоже из спорта, из альпинизма от такого уходить, потому что этот спорт связан с риском, с риском для жизни. Я очень много уже всяких разных таскал на себе. Слава Богу, у меня ни разу не таскали. А я уже натаскался, поэтому как бы и насмотрелся. И не то, чтобы я боюсь. У меня страх работает четко, как сторож. То есть он меня заставляет концентрироваться, внимательнее быть, просчитывать лучше. То есть он у меня работает правильно. Ну, просто, скажем так, в жизни появились другие приоритеты, наверное, в которые как раз не входит лишний риск. Семья появилась? Ну, да, в планах, да. Классно. На Ленина, по-моему, в третьем году. Это были мои первые серьезные спасы. А так, знаешь, как... Какой-то механизм защитный, что ли. То есть я как бы немножко это от себя отодвигаю. То есть я это расцениваю как очень ответственную, серьезную работу. Я ее умею делать. Умею делать неплохо. У меня довольно большой уже опыт в этом плане. И профессиональные навыки. И там просто уходишь в процесс. То есть делаешь... Там нет в процессе самих спасов. Там нет времени на то, чтобы как-то рефлексировать. Наверное... Ну, вот Бача. Бачинские вот эти вот пятерки очень нравятся. Я уже несколько раз их ходил. Ну, прям просто в кайф. Вот просто... Именно в кайф сама работа. Потому что она и техническая, и при этом не такая, что... Зубы во всех местах сжал. И там борешься и выживаешь. То есть лезешь, просто кайфуешь. Особенно если хорошая погода, нормально там. Ну, а в плохую погоду мы такие нашли. Зачем? Понимаешь? Это вот как раз в спортивном альпинизме. Там погода, не погода, надо. Там ты на чемпионаты и так далее и тому подобное. Ты борешься, но у тебя есть цель выиграть. Ну, я уже поборолся в свое время. Повыживал. Я знаю, что я это могу. Ну, мне это уже не очень интересно. Поэтому, наверное... Наверное, да. Бача. Опять-таки, очень запоминающиеся были две шестерки в каравшине, которые я в двойке слазил. В общем-то, это очень шикарно. То есть, прям... Я, кстати, после каравшина тогда у меня уровень подскочил очень сильно. И уровень лазания, и уровень технический. Ну, там все. Кучу. Я работал с австралийцами. А у них там, ну, своя техника. То есть, я много таких технических фишек у них подсмотрел. Страшно всегда. Вопрос в уровне. То есть, адреналин, по сути, выделяется, то есть, когда где-нибудь ошибаешься. Ну, то есть, например, там, живой камень, там, раз где-то там ты... Или теряешь равновесие, или еще что-то там. Ну, вот в такие моменты немножко выделяется. А так... Страх, он стоит, как, вот говорю, как сторож. А как борешься со страхом? Со страхом? Ты, наверное, уже... Организм сам уже привык... Он с ним не борется. То есть, я с ним не борюсь. Я его... Ну, то есть... Как-то автоматически он у меня настроился на то, что... Страх он должен быть. Мой первый инструктор, Саш Каманулик, он как раз говорил, что... Бояться нужно всегда. Бесстрашные альпинисты долго не живут. Пока ты боишься, ты живой. Как только ты перестал бояться, ты начинаешь борзеть. Как только ты начинаешь борзеть, рано или поздно ты ошибешься. А цена ошибки здесь, как правило, очень высока. Поэтому бояться нужно всегда. Как только ты перестаешь бояться, это уже такой тревожный звоночек. Поэтому, как бы, я боюсь всегда. Но, скажем, что касается адреналина, я когда на импрезе гонял, на своей, вот там адреналина в разы больше выделялась, чем в горах, честно. То есть, когда ты за 12 минут доезжаешь от Канта до центра города, это вот там адреналин, да, там. Она же на сиденье лужится. Когда не делаю тех вещей, в которых я не уверен. Я... Рискуешь иногда, но риск этот осознанный. То есть, если ты видишь, что ты можешь рискнуть, но у тебя процент того, что получится, скажем так, свыше 60-ти, ты рискуешь. Если ниже, если даже 50 на 50, я бздю, я не рискую. Ну, естественно, мы все люди, мы иногда ошибаемся. То есть, я же свою бреду, в конце концов, расколотил. Но это по дурости. Это даже не то, чтобы я рисковал. Я, кстати, вот тогда я ехал 50 километров. Да? Да. Просто я не поменял резину. Вообще, в принципе, наверное, отношение к жизни поменялось. И как следствие уже, в том числе и манера вождения. А в чем поменялось? Настрой. Настрой на... Не на доказывание чего-то кому-то себе и так далее. То есть, я уже, наверное, по большей части, то, что хотел доказать себе и всем остальным, я уже, наверное, доказал. Потому что сейчас больше настрой именно на поиск внутренней гармонии, баланса внутреннего. Поэтому как? А в горах не находишь этого баланса, наполнения какого-то? То есть, если ты ходишь сам, один, ну или это очень сильно зависит от того, с кем ты идешь. Если ты идешь сам, ну просто, например, там пешком на учитель поднялся, да, я могу там посидеть, помедитировать, да, гармонию поймать. Две секунды. Много разных направлений для поиска этой самой гармонии. То есть, например, своя внутренняя медитация и йога. Плюс еще кое-какие вещи там именно в плане работы над собой. Ну, там по психологии кое-что, кое-какие фишки. Вот. Опять-таки... Близкий. Женщина. Это такой тренажер для поиска гармонии. Это, блин, вот. Честно скажу, честно скажу. Альпинизм фигня по сравнению с попыткой построить добрые, хорошие, гармоничные отношения с женщиной. Это в разы тяжелее, но и в разы интереснее. И... Ну, и бонусов здесь больше в этом плане. Потому что все равно мы... Мужчины по большому счету через женщину реализуются. Спасибо тебе огромное. Успел.